Я хочу представить первым докладом с огромным удовольствием профессора Питунину Нину Александровну, заведующую кафедрой эндокринологии 1-го Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Доклад называется «Терапия пациентов с сахарным диабетом». Правильнее сказать, действительно у нас с вами сегодня насыщенная программа. И позвольте приступить к ее реализации. И вот Гагик Радикович озвучил название моего доклада, и вот он сейчас появится еще раз перед вами. И на самом деле я сначала подумала, может быть, поставить знак вопроса, а потом все-таки отказалась от этой идеи. Поэтому если вы сочетаете возможным пересесть ближе, я думаю, что от этого мы только все выиграем, и наш контакт станет теснее. Ну и так, терапия пациентов, снижающая сердечно-сосудистые риски. И мне хотелось бы начать как раз вот с установления контакта и задать вам вопрос. Вопрос, сейчас извините, я отключу телефон, потому что думала, что отключила. Который будет состоять из двух подвопросов. И мне хотелось бы посмотреть на ваше мнение. Вот давайте посмотрим сейчас. Рулетка, и выходит вопрос. Что чаще вызывает преждевременную смертность? Как вы считаете, сердечно-сосудистые заболевания или сахарный диабет? Вопрос такой. Ну и смотрите, первый подвопрос, который к вам я обращу, потому что трудно так ответить в таком формате вопроса. Сколько же людей ежегодно умирает от сахарного диабета и его осложнений? И варианты ответа, которые вам предлагаются для того, чтобы воспользовались своими пультами, набрав соответствующие цифры. Но я все-таки озвучу, если кто-то плохо видит. Первый вариант – полтора миллиона. Второй вариант ответа – два и два десятых миллиона. Третий – три и семь десятых миллиона. И четвертый вариант ответа – четыре миллиона. Пожалуйста, проголосуйте. Сейчас пока цифры меняются. Я так понимаю, что голосование еще не закончено. Теперь все, да? У нас уже установилось стабильное. Нет, еще не установилось. Вы нам дадите команду, когда закончится голосование? Дадите. Хорошо. Все? Я вижу, что больше не меняются цифры. Ну и смотрите, значит, получается так, что мнение, как говорится, собравшихся в зале на самом деле разделилось. Разделилось и выбрали все четыре варианта с преимущественным. Вторым вариантом ответа практически в два раза выбрали чаще, чем другие. 44 процента, почти половина выбрала два и два десятых миллиона. Но я хочу сказать, что ваши ожидания на самом деле более скромные большинства. И правы оказались те, давайте посмотрим правильные варианты ответа, кто выбрал все-таки цифру 3. 3,7 миллиона. Вот видите, запомните. Теперь второй под вопрос. Соответственно, он касался сердечно-сосудистых заболеваний. И давайте попробуем ответить на него. Сколько же, да, вот посмотрите, чтобы, может быть, это отложилось у вас. Уже на экран выведен правильный вариант ответа. Еще раз повторю его. 3,7 миллиона ежегодно умирает от сахарного диабета и его осложнений. Ну и теперь второй под вопрос. Сколько же людей ежегодно умирает от сердечно-сосудистых заболеваний? И тоже варианты ответа. От 8,5 до 10,2 миллиона. Извините, исчезло с экрана. Второй – 10,2 миллиона. Третий – от 10,2 до 17 миллионов. И четвертый вариант ответа – 17,7 миллиона. Полярные зоны как-то боятся, мне кажется, большинство докторов выбирать. Концентрируется на средних вариантах, да, по принципу, наверное, так сказать, золотой середины. Но посмотрим, окажутся ли правы те, кто выбрал подобные варианты. Действительно, вот большинство, я вижу, останавливаются на третьем варианте, 50. У нас и в первом случае, и во втором есть доминирующее мнение, да, 50. А, нет, вы извините, вы еще не закончили, не высказались. Здесь цифры поменялись, но не принципиально, потому что было 52% в пользу третьего варианта ответа, и теперь он все равно остается доминирующим, мы видим, 48%. Но правы ли те, кто выбрали третий вариант ответа? Давайте посмотрим, и вы уже видите, что, наверное, это не совсем так. И здесь четвертый ответ, и я теперь уже так, давайте, выведем на экран правильный вариант ответа. Дальше, пожалуйста, нажмите, да, это четвертый вариант, 17,7 миллионов. Ну, смотрите, мы же знаем, если вот динамику посмотрим, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, которая нам представляется, да, во многих публикациях, руководствах, то посмотрите, как она менялась. На 1900 год там где-то всего 10% смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Но уже довольно, так сказать, стремительно они вышли на 50%, а на сегодняшний день мы говорим, что уже занимают, очень уверенно занимают верхнюю строчку, основную причину летальности во всем мире, и будут по прогнозам на ближайшее время, ну, по крайней мере, вот если нам посмотреть на 2025 год, удерживаться на этой же позиции первенства. Что касается сахарного диабета, да, то на самом деле здесь отмечается, здесь как бы есть первые позиции и остаются первые позиции. А что касается смертности от сахарного диабета, то может быть позиция, не может быть, а точно, мы видели по цифрам, да, на сегодняшний момент среди причин смертности более скромная, но если я не ошибаюсь, то вот по прогнозу на 2025 год, по-моему, с 11-го места на 7-е место должен переместиться сахарный диабет как причина смертности. Но здесь можно рассуждать о многих аспектах, и об истинном росте количества больных, помню о том, что это инвалидизирующие заболевания, и рассуждать, наверное, о том, как мы формулируем диагнозы и предложения о том, что если есть диабет, то что бы ни вызвало смерть у этого человека, причиной смерти будет сахарный диабет, это тоже может поднять, как говорится, условно говоря, рейтинг причин смертности в более высокую позицию. Но в любом случае, мне кажется, главный вывод, который мы с вами должны сделать по итогам голосования, что сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания очень тесно взаимосвязаны, и вклад сахарного диабета в сердечно-сосудистую летальность безусловно колоссальный. Вот по этому поводу, я думаю, что у нас споров с вами быть не должно. Ну и посмотрите, часто говорят, нет пророков в своем отечестве, но они, наверное, есть. И вот мнение профессора Мясникова, 65-й год, мне все больше и больше представляется очевидным, что сочетание гипертонической болезни с атеросклерозом и связанной с ним коронарной недостаточностью настолько часто встречается в практике и так преобладает над чистыми, изолированными, имеется в виду, формами, что возникает задача рассматривать эти патологические состояния не только в их типичном изолированном виде, но и в часто встречающемся комплексе, и мы с вами говорим сегодня коморбидность у пациентов, я думаю, что тоже не случайно поднимаем этот вопрос на все более высокий уровень обсуждения. И вот ключевой вывод, что гипертоническая болезнь, атеросклероз и связанная с ними коронарная недостаточность, вот суровая триада болезней, в наибольшей мере поражающая человечество. Но это так и остается. Но теперь давайте вернемся все-таки к сахарному диабету и к регистру Российской Федерации, который представляет причины смерти пациентов с сахарным диабетом в Российской Федерации в зависимости от типа заболевания. И здесь вы видите первый и второй тип. Но если, как говорится, как в студенческой аудитории, навскидку, обычно на этот вопрос наши учащиеся отвечают хорошо. Помни о том, что если при диабете второго типа это в основном сердечно-сосудистая смертность, и мы видим сердечно-сосудистую недостаточность на первом месте, запомните, пожалуйста, это, потому что часто есть еще одно такое крылатое выражение, что сердечная недостаточность недооцененное осложнение. Но действительно мы с вами видим, что нам пора его оценить именно 32% на первом месте. Нарушение мозгового кровообращения далее следует, вклинивается онкология, и дальше опять сердечно-сосудистые события, инфаркт миокарда, ну и завершает вот эту, как часто говорят, пятерку, да, лидерство, здесь такого печального лидерства, хроническая почечная недостаточность. Но посмотрите на первый тип диабета. Я вот начала со студенческого ответа, да, где действительно ребята хорошо знают, что это хроническая почечная недостаточность. Но посмотрите, как меняется время, может быть, в связи с увеличением продолжительности жизни, с другими факторами, что мы и при первом типе сахарного диабета, по данным регистра, видим, что лидирует хроническая сердечно-сосудистая недостаточность, на долю которой приходится почти 19%. Нарушение мозгового кровообращения более 10%. Далее хроническая почечная недостаточность, инфаркт миокарда и онкология. То есть, понимаете, единая, так сказать, колода, если так можно сказать, чуть-чуть по-разному разбросанная, да, мы видим позиции вот по почечной недостаточности и онкологии чуть-чуть изменены. Но в любом случае мы можем делать вывод о том, что доминирует среди причин смерти у больных с сахарным диабетом сердечно-сосудистые события. И здесь, конечно, можно еще одну ремарку добавить, то, что вклад нарушений функции почек в сердечно-сосудистую смерть мы тоже с вами никак не можем отрицать, понимая, сейчас часто очень звучат такие выражения, как континиумы, да, ренокардиальное, кардиоренальное, в зависимости от того, что доминирует и возникает впервые, но взаимоотягощающее влияние и вклад каждого нарушения в сердечно-сосудистую летальность, конечно же, он присутствует, но и это мы с вами тоже должны помнить. Далее, смотрите, опять вопрос к вам. И, наконец, рулетка закрутилась. Сейчас на чем же она остановится, и мы с вами можем читать вопрос. Влияет ли наличие сахарного диабета на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний? Ну, я думаю, что вопрос даже по большей части риторический, хотя мне хотелось бы увидеть ваш ответ хотя бы в виде, как говорится, кивка головы, что вы с этим согласны, и это, безусловно, так. На этот счет у нас много информации, я сейчас, собственно, об этом уже начала речь, что здесь связь несомненная и не случайно. Мы действительно в последние годы вместе с кардиологами, может быть, вслед за ними или вместе с ними говорим о том, что сахарный диабет второго типа – это и есть сердечно-сосудистое заболевание. И посмотрите, вот если даже мы не будем каждую строчку здесь озвучивать, а возьмем три блока событий – ишемическая болезнь сердца, церебровоскулярное осложнение и сердечно-сосудистая смерть по другим причинам. И посмотрим, здесь все события смещены в сторону, как говорится, сахарного диабета, и эти риски примерно в два раза, чуть меньше или чуть больше, но в среднем, как минимум, удваивается риск сердечно-сосудистых событий. Ну, причины этого нам хорошо известны, и это связь, и мы говорим, что диабет второго типа как раз-таки уникальная модель той самой коморбидности, о которой, может быть, говорил Мясников еще, да, и мы с вами понимаем, что возникая в рамках метаболического синдрома на фоне инсулинорезистентности уже всегда присутствует у больного артериальная гипертензия, дислепидемия, ожирение, и вот патологическое значение, так сказать, объединяющих причин всех этих изменений, это, конечно, инсулинорезистентность, компенсаторная гиперинсулиномия, которая, удерживая от явных, ну, сначала скрытых, потом явных нарушений углеводного обмена в какой-то период времени, при наличии второго дефекта со стороны бета-клеток, это нарушение проявится, но гиперинсулиномия уже вносит патологический вклад до формирования артериальной гипертензии, замыкает этот порочный круг, и мы понимаем, что стратегическое расположение венопорта, снижение чувствительности висцерального жира к инсулину, повышение уровня свободных жирных кислот, стремящихся к печени, да, вовлечение печени в процесс, неалкогольная жировая болезнь печени, системная гиперлипидемия, патология вообще на уровне жировой ткани, мы знаем, что адипоцит — это не просто место хранения энергии, это гормональная клетка, вырабатывающая большое количество гормонов, провоспалительных факторов, цитокинов, которые и здесь взаимные связи, да, они усиливают инсулинорезистентность, они же влияют на возникновение дисфункции эндотелия, сосудистого воспаления, мы не можем не отметить особый вклад самой гипергликемии, формирование именно характерных нарушений специфических, диабетической кардиомиопатии, потому что это не только, как нам, может быть, какое-то время тому назад представлялось, поражение макрососудистого русла, непременное наличие атеросклероза, нет, мы понимаем, что сам диабет, сами метаболические нарушения, поражение вазовазором, то есть микроциркуляторного русла, вовлечение в процесс нервных окончаний, это возникновение диабетической нейропатии, все это формирует диабетическую кардиомиопатию, ну и в последующем уже каскад реакции арахидоновой кислоты вызывает гиперкоагуляцию, вот этот атеротромботический риск, который и завершает процесс, и находится, как говорится, на вершине, и все это является факторами поражения сосудов, как микро- так и макрососудистого звена, и прогрессирует атеросклероз и сердечно-сосудистые осложнения у больных с сахарным диабетом. Ну, я уже сказала, что действительно на сегодняшний день нет соперничества, может быть, на этом поле сахарный диабет, и в научном направлении, в практическом направлении, в создании рекомендаций, в реальной клинической практике, эндокринологи, диабетологи и кардиологи уже едины, и мы с вами можем видеть, что в последние годы вышел целый ряд очень важных знаковых документов, которые были созданы уже при совместном участии. Вот Европейское общество кардиологов с Европейской группой по изучению сахарного диабета, это рекомендации по лечению преддиабета, диабета и сердечно-сосудистых событий, это Американское кардиологическое общество с Американской диабетологической ассоциацией, тоже рекомендации по ведению пациентов. Ну и Европейское кредологическое общество также опубликовало руководство профилактики сердечно-сосудистых заболеваний недавно, в 2016 году, в который включен специальный раздел, посвященный лечению больных с сахарным диабетом. И мы действительно с вами пользуемся уже в реальной клинической практике плодами этих совместных усилий, направленных на улучшение результатов лечения этой группы больных. И скажите, пожалуйста, вот мы действительно говорим, наверное, о ключевом, что в терапии диабета необходим многофакторный подход, но может быть вы мне все-таки в последующем попытаетесь еще ответить, может быть я не права, и может быть вы сможете выделить эти доминирующие составляющие, которые, может быть, на ваш взгляд, будут иметь принципиальные или первичные значения в подходах к профилактике развития осложнений и сердечно-сосудистых событий у больных с диабетом. Но в целом я должна вам напомнить, что, конечно, говоря о том, что диабет является сердечно-сосудистым заболеванием, здесь несколько ветвей мы с вами можем рассматривать, да, как улучшить результаты. Во многом первоначально, и я вам напомню, вот почему по данным, представленным здесь, были поставлены вопросы просто безопасности, кардиоваскулярной безопасности сахароснижающих препаратов. И действительно это было не случайно. Понимаете, впервые, может быть, этот вопрос возник еще в 60-х годах прошлого века исследований университетской группы, и речь шла о сульфанилмочевинных препаратах. Я вот вам напомню, что в связи с увеличением риска сердечно-сосудистой смерти при применении толбутамида, FDA потребовала внесения в инструкции по применению всех препаратов сульфанилмочевины предупреждения об ассоцированной сердечно-сосудистой смерти. Мы говорим, диабет, как говорится, и сердечно-сосудистые события связаны неразрывно, но, наверное, последней каплей, переполнившей вот эту вот, как говорится, если так можно сказать, чашу терпения в этом отношении, были данные, ассоциированные с тазлодендионами и первоначально с росеглитозоном об увеличении риска инфаркта миокарда и сердечно-сосудистой смерти. Мета-анализ профессора Ниссона, который отметил увеличение риска развития сердечной недостаточности при использовании росеглитозона. Но и все эти события привели к тому, что, начиная с 2008 года FDA и с 2012 года аналог этой организации в Европе, внесли предложения и рекомендации оценки влияния новых противодиабетических препаратов на сердечно-сосудистые риски. На настоящий момент времени, уже владея результатами многих завершившихся исследований, мы с вами, наверное, можем констатировать, что мы от этого решения, от этих требований только выиграли, получив данные, Ну, во-первых, и о безопасности, а как мы понимаем на сегодняшний день, те данные, которые меняют рекомендации и внедряются в стратегии ведения больных, может быть, помогая нам с вами в том самом персонифицированном выборе лечения у конкретного больного с диабетом, в зависимости от тех или иных уже изменений, которые имеются у него. И какое же было решение? Проводить анализ сердечно-сосудистых событий в течение, во-первых, второй-третьей фазы клинических исследований, наблюдать за соотношением частоты возникновения сердечно-сосудистых событий на фоне новой терапии и препарата сравнения, это может быть плацебо или активный препарат сравнений, определяя верхнюю границу при 95-процентном доверительном интервале в промежутке от 1,3 до 1,8. Я думаю, что вы слышали об этом неоднократно и совсем не впервые я вам напоминаю об этом решении, которое было принято, зачем последовала инициация большого количества исследований. Но вот слыша об этом, у меня как минимум два вопроса к вам. И может быть, в том числе на внимание к предыдущему слайду, потому что там вся эта информация была отражена. Но вот вопрос первый из этих двух. Что такое мэйс? И варианты ответа. Три варианта ответа. Первое – это большие сердечно-сосудистые события, так называемая кумулятивная точка, включающая инсульт, нефатальный инсульт, нефатальный инфаркт, сердечно-сосудистую смерть. Второй вариант ответа – это частота гипогликемии во время исследования, проведения исследований. Третий вариант – это все сердечно-сосудистые события, возникшие во время исследования. Пожалуйста, возьмите пульты и ответьте на поставленный вопрос. Что такое? Я сегодня не могу справиться с телефоном? Извините, ради бога, мне казалось, я уже три раза выключила звук. Итак, еще цифры не устоялись. И как во всех уже двух предыдущих вариантов ответа, как говорится, выбраны все три возможные варианта. Но у нас с вами все-таки есть, я думаю, что эта ситуация уже не изменится, такой вот ответ, который отдали большинство голосов присутствующие доктора. И это первый вариант ответа. МЭИС – это так называемые большие сердечно-сосудистые события, которые обычно включаются в исследования по оценке сердечно-сосудистой безопасности в качестве первичной конечной точки. Да, сердечно-сосудистая смерть, нефатальный инфаркт, нефатальный инсульт. Этот вариант ответа выбрали 56% присутствующих докторов, и он является правильным вариантом ответа. Ну и поэтому мне приятно, значит, вы либо знали, либо внимательно, так сказать, оценили предыдущую информацию, которая была представлена на предыдущем слайде. Но это еще не все. И подождите, еще один вопрос, и ваши варианты ответа появятся чуть позже. Ну и вот посмотрите, отвечая рекомендациям FDA и EMEA, именно современные исследования по оценке сердечно-сосудистых событий при диабете 2 типа имеют уже вот такой вот очень масштабный вариант представительства. И вы знаете, что как минимум 2 класса и 3 группы сахароснижающих препаратов, это ингибиторы ДПП-4, это агонисты ГПП-1, ингибиторы натрия глюкозного котранспортера 2 типа, вошли вот в этот, так сказать, в эту когорту проводимых исследований. Часть из них уже завершилась, и мы с вами знаем результаты. Часть исследований продолжается, но, как всегда бывает в науке, нередко завершившиеся исследования не имеют завершения в том плане, что составят дополнительные вопросы и инициируют новое исследование. Так и происходит. И одним из исследований, значимость которого трудно недооценить, является исследование «Лидер», которое было долгосрочным, многоцентровым, международным, рандомизированным, двойным слепым, плацебо-контролируемым исследованием оценки эффектов лироглютида на сердечно-сосудистые события. Вы видите, что это было в соответствии с требованиями FDA очень масштабное исследование, а именно для того, чтобы оценить вот этот главный вопрос безопасности. Одно из требований – это включение большого количества пациентов. Здесь вы видите более 9 тысяч, если точно 9 340 участников. И должна быть соответствующая длительность наблюдения, потому что только в длительном наблюдении тоже мы можем ответить на интересующие нас вопросы. Длительность составила от 3,5 до 5 лет. Ну и я напомню, что лироглютит является аналогом человеческого ГПП-1, именно аналогом среди агонистов. Мы выделяем отдельно аналоги, потому что имеется 97% сходство строения лироглютида с нативным человеческим ГПП-1, вот чтобы вы вспомнили, да, и присоединение жирно-кислотного остатка. В целом 97% гомология с нативным человеческим ГПП-1. Ну и посмотрите, я напомню вам, вот какое, на мой взгляд, если бы поставили вы мне такой вопрос, да, в рулетке или без рулетки уже как хотите, да, какое может быть главное преимущество этой группы лекарственных препаратов, то, наверное, на первую позицию среди множества других я бы поставила патогенетическое лечение. Поэтому не случайно напоминаю вам об 11 основных механизмах развития диабета второго типа, и среди этих 11 на 9 звеньев патогенеза влияют агонисты ГПП-1. Но если мы с вами вспомним, что это за 9 звеньев, то прежде всего мы говорим о том, что, и сейчас давайте, вот я буду здесь нажимать, и будут выходить эти влияния, что это влияние на центральную нервную систему дисфункций нейротрансмиттеров, и, так сказать, влияние на потребление пищи являются одним из важнейших, как говорится, условий при нарушении, а в норме поддержания гомеостаза глюкозы. И здесь агонисты ГПП-1 действуют на центр насыщения, активируя его. Конечно же, это влияние на бета-клетку стимуляции секреции инсулина, но что принципиально важно, на альфа-подавление продукции глюкогона, причем, как мы знаем, глюкоза зависимым механизмом, без риска развития гипогликемии. Далее мы видим повышение потребления глюкозы мышцами, вхождение глюкозы в мышцу, мы видим нормализацию или воздействие на метаболизм липидов, правильнее будет сказать, и данные подтверждающие я вам сегодня тоже планирую представить. Это влияние на провоспалительные факторы, но это прежде всего ликвидация инкретинового дефекта, и это влияние на скорость продвижения пищи, и, конечно же, влияние на печень, снижение глюконеогенеза. Вот 9 звеньев, на которые воздействуют агонисты ГПП-1 в контроле гликемии, в поддержании гликемического контроля. Но это, наверное, было бы очень неправильно остановиться и поставить здесь точку, предваряя данные, которые были получены в ходе исследования ЛИДЕР, потому что, конечно же, нас всегда интересует, по крайней мере, попытка ответить на вопрос, за счет каких свойств был получен тот или иной результат. И поэтому, конечно, говоря об эффектах ГПП-1, сейчас я отметила влияние на патогенетические нарушения, это важно, но, конечно, мы говорим о плеотропных свойствах этой группы препаратов, которые на сегодняшний день уже мы можем формулировать, наверное, как кардиопротекция, как нейропротекция, и вот эти дополнительные очень важные эффекты здесь представлены, но я уже не буду, наверное, в этом расширенном варианте повторять, но ключевые воздействия в зоне сердечно-сосудистых влияний все-таки уместно вспомнить, это возможность регулировать артериальное давление, скорее всего, ассоциированное с возможностью повышать натриурез и диурез, и это, конечно, воздействует на гиперкогуляционный синдром, кроме тех составляющих, которые я уже отметила ранее, включая воздействие на уровень липидов. Ну и, конечно, когда мы говорим более предметно о сердце и сердечно-сосудистом звене, то, конечно, выделим возможность снижать провоспаление, улучшать утилизацию глюкозы, а сердце – это тоже мышцы, не нужно об этом забывать, снижать выраженность ишемического повреждения, улучшать функцию левого желудочка, влиять на провоспалительные факторы, улучшать функцию эндотелия, способность вызывать вазодилетацию, стабилизацию атеросклеротической бляшки, в целом улучшать кровоток, воздействовать, снижая на это звено гладкомышечную пролиферацию и, как я уже отметила, на агрегацию тромбоцитов. Вот, скорее всего, весь этот комплекс влияний, который действительно было уместно вспомнить, предваряя данные исследования «Лидер», и привел к получению таких значимых результатов. И вы помните, что была поставлена задача доказать безопасность, но вот исследования «Лидер», как и исследования, два исследования по ингибиторам SGLT2, как говорится, превзошли ожидания и подтвердили не только вот эту точку нон-инфериорити, не хуже, но и показали супериорити с достоверным отличием лучше, чем плацебо, препараты, входившие в группу контроля, группу сравнения. Ну и мы с вами уже вспоминали, что такое МЭС, это основной исход, большие сердечно-сосудистые события, кумулятивная точка, включающая сердечно-сосудистую смерть, не фатальный инфаркт, не фатальный инсульт. И здесь мы видим снижение риска в группе, рандомизированной на лироглютит, на 13%. Но, конечно, у вас может возникнуть вопрос, это же три составляющие, да, вот за счет какой составляющей. Давайте на этом тоже остановимся, но прежде мне тоже хотелось бы, может быть, сакцентировать ваше внимание на таком вопросе. Вот я представила эту цифру, да, на 13%. Много это или мало? Вот как бы вы ответили, да, с чем сравнивать? Много или мало? Ну вот сошлюсь на авторитетное мнение, изложенное, как говорится, в соответствующих гайдлайнах и руководствах, в 2017 году прозвучавшее, что если доказано, что препарат снижает риск развития смерти хотя бы на 1%, то мы обязаны его применять, да, ну вот просто для сравнения, значимость на 13%. Но действительно я обещала вам и, как говорится, предвосхитила этот вопрос, а теперь его озвучу еще раз, за счет какой же из этих трех составляющих, да, мы видим преимущественное вот это расхождение кривых, и мы видим смерть от сердечно-сосудистых заболеваний, да, на 22% на вот лироглютиде по сравнению с группой контроля. Ну и далее, да, опять-таки, конечно, это непрямые сравнения, и, может быть, выхватывать из различных исследований цифры и сравнивать их в абсолютном, как говорится, варианте, может быть, не совсем корректной, поэтому прошу вас сделать на это поправку, но тем не менее какие-то данные и какие-то аналогии мы можем с вами провести, и мы прекрасно знаем, что кардиологи переживали тоже бум, да, и вот этот подъем лечения артериальной гипертензии и получаемые результаты вот в сравнительном варианте до снижения именно сердечно-сосудистой смерти, вот мы здесь видим цифру на 24 в пользу одного из вариантов комбинированной терапии, да, по сравнению с другим, ну и видя такие данные, а здесь мы понимаем, что это кардиологические больные в чистом виде, видя данные по лироглютиду, то может у нас с вами возникнуть тоже такой вопрос, корректный или некорректный, но тем не менее, что лироглютит новый сердечно-сосудистый препарат, можем ли мы так говорить? Ну, прежде всего, сахароснижающие, но дополнительные свойства, конечно же, нельзя недооценивать, тем более, что я все-таки напомню вам, что было и ранее прописано в наших, так сказать, руководствах и рекомендациях, и это остается не менее актуальным на сегодняшний день, какова ключевая цель лечения больных с диабетом второго типа, и мы же там не прочитаем с вами, что цель – это нормализация гликемического контроля. Нет. Как изложено целевой вот этот посыл? Снижение сердечно-сосудистой летальности. Ну и поэтому вот под этим углом зрения, давайте посмотрим еще раз на эти данные, на 22% снижение риска сердечно-сосудистой смерти и на 31% снижение тяжелых гипогликемий, то есть вкупе с доказанной безопасностью. Но почему я еще раз здесь хочу сакцентировать ваше внимание на гипогликемиях? Да потому что вы все тоже прекрасно знаете, что если я опять-таки задам вам вопрос, коль уж у нас с вами сегодня такая дискуссия вопросов и ответов, какие еще факторы вы можете выделить специфически, говоря о сердечно-сосудистых рисках в связи с диабетом, то я думаю, что вы мне совершенно четко бы ответили на вопрос, сказав, что это гипогликемия, независимый фактор сердечно-сосудистой смерти у больных с диабетом. Поэтому, конечно, так значимы для нас данные о снижении на 31% риска именно тяжелых гипогликемий, потому что мы понимаем, что именно с тяжелыми гипогликемиями в основном и связаны эти фатальные исходы. Но говоря о сердечно-сосудистых заболеваниях, ассоциированных с диабетом и патогенезе их развития, я уже сегодня вспоминала и говорила о том, что, конечно, мы не должны недооценивать роли вклада микрососудистых поражений, полинаэропатии. Но вот в исследовании лидер, говоря о микрососудистых поражениях, конечно же, ключевые зоны мишени тоже были оценены. Это ретинопатия, это нефропатия. Вот что же происходило с микрососудистыми осложнениями. И здесь что оценивалось? Определение события, один или несколько факторов, из перечисленных ниже, в отношении состояния почек. Это новые появления персистирующей макроальбуминурии, персистирующие удвоение сыворочного креатинина, необходимость заместительной почечной терапии, смерть в результате почечной патологии. Ну и глаза, необходимость фотокоагуляции кровоизлияния в стекловидное тело, слепота по причине диабета. И посмотрите, вот в целом время до первого микрососудистого события на лироглютиде на 16% мы видим вот эту дифференциацию с группой плацебо. Далее, до первого события со стороны почек, я уже не буду повторять эти события, я их озвучила ранее, на 22% в пользу лироглютида. Ну и последнее, на чем бы мне хотелось остановиться, и я уже вижу, что я в свое время выбрала, да, Гагик Радикович, чуть-чуть, да, чуть-чуть осталось, но вот я как раз уже и завершаю, говоря именно о сердечной недостаточности и демонстрирую вам данные по госпитализации по поводу сердечной недостаточности, не случайно таким пристальным вниманием отслеживаемые на агонистах ГПП-1, включая и лироглютид в исследовании «Лидер», потому что вы помните прекрасно, что ингибиторы ДПП-4, вопросы, поставленные в Сейворе, увеличение числа госпитализаций по причине сердечной недостаточности, безобидно это или не безобидно? И вот здесь вот мы видим эту, как говорится, дифференциацию в пользу лироглютида с тенденцией на 13%. Какое же клиническое и прогностическое значение госпитализации по поводу хронической сердечной недостаточности? Ну, в целом, да, это частое, так сказать, событие, ежегодно госпитализируется 20-30% больных с ХСН в течение трех месяцев после выписки, 15-30% из них госпитализируются повторно, да, и это независимый фактор увеличения риска общей сердечно-сосудистой смерти и смерти при ХСН. И видите, повышение смертности при ХСН на 35,3%. Поэтому, вот видя эти кривые, да, которые детализируют все три озвученные позиции, мы с вами понимаем, что госпитализация, да, насколько она влияет, и она ассоциирована, в принципе, с показателем летальности. Ну, и вот здесь эти доказательства вот этой ассоциации еще в нескольких позициях представлены. Риск общей смерти после госпитализации по поводу ХСН через год увеличивается в 4 раза, через 2 года в 2 раза. Госпитализация более чем 1 раз за последние 6 месяцев дополнительно увеличивает риск смерти. Длительность госпитализации более 7 дней тоже важна. Да, у пожилых пациентов госпитализация более 1 раза за предыдущий год увеличивает риск смерти в течение первого года в 2 раза. И максимально повышенный риск смерти отмечается в течение 1 месяца после выписки. Ну, и вот все, что я озвучила, здесь в этой диаграмме представлено. Ну, и посмотрите, вот здесь уже четко совершенно мы с вами видим вот эту квинтэссенцию влияния частоты и длительности госпитализации двух этих составляющих по поводу ХСН на смертности. Мы видим в 2 и более раза повторные госпитализации, также и длительность независимой предикторы сердечно-сосудистой смерти. Поэтому сердечная недостаточность и сахарный диабет, фроменгемское исследование, которое проводят с 1974 года, свидетельствует нам о следующем, что диабет является еще одной отдельной причиной застойной сердечной недостаточности. Я, в принципе, об этом уже пыталась говорить в начале своего выступления. И некоторые формы кардиомиопатии связаны с сахарным диабетом и являются следствием поражения мелких сосудов или метаболических нарушений. Глядя на эти диаграммы, мы здесь с вами, во-первых, можем сделать вывод, что как для пациентов с диабетом, так и не страдающих им имеется увеличение коэффициента распространенности на тысячу человек. Возрастание в зависимости от возраста – это, безусловно, возраст независимый фактор риска. Но посмотрите, насколько пациенты с диабетом имеют, как говорится, худшие показатели. Сахарный диабет является предиктором неблагоприятных клинических исходов у пациентов с сердечной недостаточностью. Поэтому так важны все данные, которые я представила, включая и вот этот аспект госпитализации по поводу сердечной недостаточности. Ну и основные выводы еще раз. Кумулятивная первичная и конечная точка на 13%, смерть на 22%, микрососудистая на 16%, риск госпитализации по поводу ХСН на 13% ниже, тяжелых гипогликемий на 31% ниже. Вот все эти данные привели к тому, что, видите, даже конкретно 12 февраля 2018 года были внесены обновления в инструкцию по медицинскому применению виктозы лироглютида, где говорится о том, что препарат виктоза показан для снижения риска развития больших сердечно-сосудистых событий у пациентов с сахарным диабетом второго типа и диагностированным сердечно-сосудистым заболеванием в качестве дополнения к стандартному лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Ну, кому лучше назначить? Уже очень быстро посмотрите анализ субпопуляции, да, в зависимости от уровня гликирного гемоглобина мы видим больше, чем 8,3, чуть. Здесь лучше получается длительность диабета до 11 лет и получающие, так сказать, добавление к базовой терапии, да, были лучшие результаты у получающих один сахароснижающий препарат. Но здесь дополнительные еще данные, вы помните, может быть, помните по критериям включения две группы больных, если старше 50 лет, то имеющие сердечно-сосудистые заболевания, а когда уже возраст сам является независимым фактором риска старше 60 лет, то факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ну, и мы видим, что здесь лучше смещено в отношении первой подгруппы. Но помните о том, что средняя продолжительность жизни мужчин очень невелика, 66,5 лет, женщин больше 77 лет, так что спешите, так сказать, на группе этих пациентов использовать те преимущества, которые были показаны в исследовании. Ну, и в финале, да, какой фактор риска вы считаете наиболее важным для модификации, и я уже думаю, что мы с вами можем четко сказать, что это многофакторный подход, и вклад каждого мы должны оценить. Изменение образа жизни, контроль гликемии, контроль дислепидемии, ингибирование тробоцитов, контроль артериального давления, что может нам лироглютит, здесь чем помочь. Ну, я уже не буду останавливаться, что, конечно, главная задача в изменении образа жизни – это снижение массы тела, да, и немедикаментозные методы важны, но мы прекрасно понимаем негативную роль и патологию адипоцита, и роль липотоксичности во всех нарушениях. Поэтому, говоря о том, что лироглютит доказано снижает не просто массу тела, по индексу массы тела, но именно висцеральную, преимущественно за счет висцерального жира, это звучит, конечно, очень и очень важно. В отношении контроля гликемии. Ну, здесь представлены индивидуальные цели лечения, это, безусловно, так, и настолько близко к 7, насколько это возможно для условий безопасности для каждого конкретного пациента. В этом отношении лироглютит изучен в вариантах монотерапии, различных вариантах комбинаций, где мы с вами видим клинически значимую и доказанную динамику изменения гликерного. Посмотрите, даже мы можем здесь сравнивать в ЛИТ-5 с влиянием гларгина, то есть хороший сахароснижающий эффект. Контроль артериального давления. Здесь напоминание в отношении целевых уровней. Вот еще раз я выведу на экран препараты первого выбора. Конечно, мы далеки от мысли, что лироглютит поможет нам избежать полипрогмазии абсолютно. Конечно же, нет и препараты выбора, но улучшить результаты, безусловно, мы можем ожидать. И вот метаанализ всех исследований программы ЛИТ демонстрирует нам об этом, о возможности снизить систолическое артериальное давление на 2,7 мм рт. ст. при меньшей дозе и при большей дозе на 2,9 мм, да, на терапии лироглютитом. Вот эти данные тоже выведены еще раз на экран. Это важно учитывать при назначении гипотензивной терапии. Коррекция дислепидемии. Я уже предваряла, как говорится, эти данные, говоря о том, что мы можем и этого ожидать. Конечно же, не отменяет препараты первого выбора, статины по показаниям. И вот здесь вот эти показания сформулированы для цели для пациентов с очень высоким и просто высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний полипротеидом низкой плотности. Мы видим достижение определенных значений менее 1,8 мм или менее чем 2,6 мм или не больше, чем на 50% коррекция от исходной концентрации. Ну и понимаем, вот в метаанализе тоже оценивая динамику липидного профиля по уровню общего холестерина или протеидов низкой плотности и уровню триглицеридов, посмотрите, вот эти темно-синие столбики касаются влияния лироглютида, и здесь оно совершенно четко клинически значимо. Но вот здесь дополнительно улучшение профиля именно постпрандиальной гипертреглицеридемии и профиля АПБ-48 у пациентов с диабетом 2 типа – это плюс к тем данным, которые были озвучены ранее. Ну и предполагаемые механизмы влияния именно на постпрандиальную липидемию – это задержка абсорбции питательных веществ в тонком кишечнике и снижение их поступления в лимфоаток, конгибирование выработки в печени липроидов низкой плотности триглицеридов и изменение печеночной экспрессии генов, повлеченных в продукцию липроидов очень низкой плотности липогенез и гомеостаз липидов. Таким образом, конечно же, аналоги ГПП-1 могут воздействовать на кардиопротекцию, и просто мы расшифровали эти пути, а пути – это очень множественные механизмы, но большинство из них я озвучила уже в силу дефицита времени, позвольте мне более на этом не останавливаться. Ну а далее биоморкеры кардиоваскулярного риска – это ингибитор-активатор плазминогена первого типа, мозговой натриуретический пептид, циреактивный белок, да, и здесь тоже мы видим вот это значимое влияние лироглютида. Таким образом, да, лироглютит позволяет управлять диабетом с улучшением долгосрочных прогнозов, оказывая и значимый гликемический эффект в классе, и влияние на массу тела, и, конечно же, снижение сердечно-сосудистого риска, которое тоже было убедительно доказано, ну и сегодня я вам об этом напомнила. На сегодняшний день это уже включено в рекомендации, причем вот обновленные рекомендации 2018 года мы с вами здесь видим, Американской ассоциации клинических эндокринологов, который располагает стратификацию выбора препаратов в зависимости от доказательной базы преимуществ и безопасности, и мы здесь с вами видим, да, вот в двойных комбинациях, при гликирном более 7,5, вторым препаратом, лучшим партнером к метформину, агонист ГПП-1. Ну и вот здесь обратите внимание, в выборе, да, еще очень важный аспект, на вторую позицию в комбинации двух препаратов, если гликированные выше 9, то речь идет об оценке такой позиции, как наличие атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний, и если мы отвечаем на этот вопрос, да, то показано добавление препарата с доказанным снижением сердечно-сосудистого риска и сердечно-сосудистой смерти. Нет добавления второго препарата с учетом свойств каждого препарата и характеристик пациента. Ну и вот в этой градации, посмотрите, ингибиторы натрия-глюкозного котранспортера второго типа, когда мы говорим о доказанном возможностях снижения сердечно-сосудистой смерти, и среди агонистов ГПП-1, это на сегодняшний день, это только лироглютит, только лироглютит. Все остальные, так сказать, завершившиеся исследования демонстрируют нейтральность. Лироглютит имеет доказанное снижение общей сердечно-сосудистой смертности у лиц с подтвержденным атеросклеротическими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ну и в финале Российская ассоциация эндокринологов, для нас, как говорится, это нормативные уже документы, не обновлялись пока эти рекомендации с 2017 года, но и те, которые были даны в 2017 году, выглядят актуально. И посмотрите, среди преимуществ снижение общей сердечно-сосудистой смертности лиц с подтвержденными заболеваниями, и здесь мы видим только лироглютит на сегодняшний день, когда говорим о доказанной позиции. Другие, да, это класс эффекты, так сказать, снижение массы тела, давления, низкий риск гипогликемии, но здесь доказано только для лироглютида, но вот об этом здесь этот вывод и звучит. Ну и спасибо за внимание.